Сразу несколько домов в центре Уфы признаны аварийными и готовятся к сносу. Казалось бы, обычная история. Только вот здания внешне не выглядят опасными для жизни, а их жильцы выступают против расселения. Про эту ситуацию мы уже рассказывали месяц назад. По документам, три здания по улице Пушкина 79, а также жилые дома номер 13-1 и 15А по улице Карла Маркса были признаны аварийными, и подлежащими сносу. Жители кирпичной трехэтажки с этим решением не согласны. 16 августа 2023 года мы ходили в межведомственную комиссию на заседание. Присутствовало 16 человек от нашего дома. Все жители проголосовали против признания дома аварийным. Только члены комиссии решили по-другому и нашли основания для признания дома аварийным и подлежащим сносу. За проголосовали 12 человек, а 7 воздержались. Жители считают, что заседание прошло с нарушениями. В первый раз, получается, 6 человек проголосовали за. Они посчитали, что 13 человек проголосовали за признание дома аварийным. 19 только приняли участие в голосовании. В протоколе же указано, что членов комиссии 21. Там даже секретарь комиссии поднимала руку, хотя у нее нет права совещать, поднимать вообще, выбирать. Жильцы составили исковое заявление и требуют отменить решение межведомственной комиссии. Они уже обратились в следственный комитет, а прокуратура уже дала свой ответ. Дом нужно обследовать дополнительно. Но несмотря на все эти действия, получается, администрация города уже нас считает аварийными и уже ждут, чтобы нас снести. В распоряжении нашего канала оказалась концепция комплекса, который может появиться на месте жилых зданий. В будущем вместо домов номер 15А и 13 дробь 1 по Карла Маркса может возвышаться 37-этажная башня. Будущие соседи не в восторге от таких изменений. Значит, вот у меня у самого трещина на полу, она уже в виде подковы и до самой границы подошла. Мы уже на кухне не ходим. Просадки все-таки появляются, и здание теряет свою жесткость. Вот это все здесь, будем говорить, просадочные грунты, насыщенные влагой. Основные корпоративы дома живали 5-этажные. А почему 3? Хороший вопрос. А потому что основание не позволяет. Фундаменты-то могут, а основание не позволяет. Строительство этого здания многоквартирного, оно предусматривает здесь строительство паркинга. Порядка 763 машин. 763 машины в нашем квартале разместиться физически, наверное, не смогут. Они их поместить поместят, а разъезды из квартала в квартал, я думаю, они полный транспортный коллапс для нас организуют. Все, тютелька в тютельку хватает. Но учитывая, что если здесь построится многоквартирный дом, как говорят, в 37-х этажей, 36, по-моему, да, то это как минимум будет 1200-1300 человек. Мы просто здесь не справимся. Нам не хватит здесь ни парковочных мест, нам не хватит здесь ни мест для прогулок. Это просто будет одна сплошная какая-то непонятная парковка. При этом здание Попушкина 79, судя по проекту застройки, останется нетронутым. Но говорить об этом со стопроцентной уверенностью пока рано. В мэрии нам заявили, что жители домов, которым грозит снос, могут обратиться в суд. Что известно точно, дом номер 79 нуждается в дополнительной проверке. Сегодня здесь размещается бизнес-центр и шесть квартир. Знаю, что вот поставили второй замок, мы приехали, нам дали ключ, потому что тут был рейдерский захват, нам сказали. Что они закрылись в этой комнате, и там что-то подкоп какой-то делали. Вот это я знаю. Два метра прокопать для чего? Посмотреть, что ли, что там находится? Мы начали искать, как связаться с застройщиком. Офис компании располагается на улице Чернышевского. Но в сервисе Дубльгиз данных этой фирмы нет. Как пояснила нам юрист Мария Ватулина, жильцы, не согласные с решением межведомственной комиссии, могут обратиться с административным иском к администрации города и добиваться, чтобы решение комиссии признали незаконным. В процессе судебного разбирательства нужно будет установить, была нарушена процедура межведомственной комиссии в процессе принятия заключения признания МКД непригодным. Либо была соблюдена данная процедура, будет проведена соответствующая экспертиза независимая, которая установит степень пригодности данного дома для проживания. Жильцы говорят, что геодезистов и других специалистов, которые возвестят о начале строительства, они не видели. Но дожидаться тяжелую технику не входит в планы горожан, которые готовы побороться за свои дома. Андрей Шаргин, Роман Угуманов, телеканал ЮТВ.